Глава седьмая из книги Ездры Сын Аарона, первосвященника, этот Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведующий в законе Моисеевым, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев, в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику-книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и семи советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которые царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которые ты соберешь во всей области Вавилонской вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги валов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме, и что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, постав пред Богом в Иерусалиме, и прочие потребные для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровища хранителям, которые за рекою. Всего, чего потребует у вас ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте. Серебра до ста талантов, и пшеницы до ста коров, и вина до ста батов, и до ста же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом небесным, должно делаться с отчанием для дома Бога небесного, дабы не было гнева Его на царство, царя и сыновей Его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом доме Божьем не налагать, не подать, ни налога, ни пошлины. Ты же, ездра, по премудрости Бога твоего, который в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, ложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников Его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мною.